В студии телеканала Север Елизавета Капанова. Здравствуйте! В эфире программа Законодатели. Программа о тех, кто принимает значимые решения для социально-экономического развития Ненинского автономного округа и повышения уровня жизни населения региона на федеральном, региональном и местном уровне. Сегодня в выпуске. Депутат Государственной Думы от Ненинского округа Сергей Коткин прибыл в регион в рамках очередной региональной недели. Он провел пресс-конференцию, в ходе которой ответил на вопросы журналистов. Парламентарии продолжают заслушивать заместителей губернатора по направлениям их деятельности. Так, окружные депутаты встретились с руководителем аппарата администрации НАУ Андреем Блачинским. В региональном парламенте обсудили итоги работы летних площадок и трудоустройства молодых людей. Информация по этим вопросам рассмотрена на заседании комиссии по вопросам образования, культуры и спорта. Государственные унитарные предприятия округа представили депутатам свои проекты, стратегии развития. Реализация программ рассчитана на 2022-2024 годы. Депутат Государственной Думы от Ненинского округа Сергей Коткин прибыл в регион в рамках очередной региональной недели. Он провел пресс-конференцию, в ходе которой ответил на вопросы журналистов. Пресс-конференция началась с самых острых вопросов, которые беспокоят жителей региона больше всего. И в первую очередь это введение QR-кодов, ограничивающих передвижение внутри страны и региона. Вопрос вынесен на рассмотрение Государственной Думы. Сергей Коткин отметил, что окончательное решение, как будет голосовать, еще не принял. Но, по мнению парламентарии, введение QR-кодов не нарушает статьи Конституции. Но это не значит, что я уже принял решение, как буду голосовать по этому вопросу. Безусловно, мы будем еще обсуждать то, что я сказал. И в итоге уже выработаю какое-то решение, когда вот перед отлетом с Ненинского автономного округа. Прежде всего, никакого нарушения Конституции нет. О том, что мы, значит, будем вводить эти коды. Есть абсолютное право по Конституции, есть право относительное. Так вот, право на жизнь является абсолютным правом по Конституции, которое не может быть никакими ограничены никакими федеральными законами. Это право на жизнь. И это право на жизнь имеет каждый из нас. И это право не допускает никакого режима чрезвычайного положения, какие-то другие обстоятельства. Это абсолютное. Но есть и относительные права. Это право на передвижение, право на участие в культурной жизни и многие другие. Так вот, право на жизнь, оно всегда будет первоочередным. Сегодня по смертности у нас практически в день вымирает по крупному населенному пункту. По крупному населенному пункту. Это практически военное действие. По смертности Россия занимает чуть ли не самые передовые места в целом мире. Почему? Потому что у нас есть вот такие люди, которые говорят, что нас чипируют, нас заставляют вакцинироваться, нас кодируют, значит, лагеря и прочее. Это прививка сегодня не от того, чтобы не заболеть. Это прививка от смерти. Исходите из того, чтобы защитить людей. Те, кто хочет жить. Те, кто жить не хочет, не хочет прививаться, сидите дома. Не подвергайте риску своих родных, близких и окружающих людей. Вот из этого я буду исходить. А какое решение примет, пока не знаю. Кроме того, Сергей Коткин рассказал журналистам о том, как идет работа над поправками в законы публичной власти. Напомню, этот документ регулирует отношения в сложносочиненных субъектах, таких, как Ненецкий автономный округ, и предусматривает прямое финансирование из центра. Однако, по мнению парламентария, целесообразно сохранить прежние договорные отношения. При этом он считает, что угрозы автономии нет. Я очень предметно проработал этот вопрос со всеми автономными округами и с областями. Их всего две. Безусловно, Государственная Дума будет принимать решение отдельно для Ненецкого автономного округа. Никто никаких решений принимать не будет. Это будет решение общее на все автономии. Значит, есть мнение о том, что нужно сохранить договорные отношения с субъектами. Нужно сохранить субъектность, я подчеркиваю, субъектность автономных округов, чтобы они были субъектами. Он добавил, что окончательное решение в этом вопросе будет приниматься, исходя из предложений всех сложносочиненных регионов. В региональном парламенте состоялась рабочая встреча депутатов окружного собрания с депутатами Госдумы Сергеем Коткиным и Михаилом Кисляковым. Обсудили работу Нижней палаты, Федерального собрания, Российской Федерации и нового созыва. В этом политическом сезоне произошли изменения. Сформировано 32 комитета. Организационная структура этого созыва максимально приближена к структуре правительства РФ. В последнее время шла интенсивная работа по формированию федерального бюджета на предстоящие три года. Более одной тысячи поправок вошло в проект бюджета от регионов. Бюджет страны принят с префицитом. Также депутат отметил, что в плане работы на парламентский год остаются на контроле вопросы малой авиации, об общих принципах организации и публичной власти в субъектах. Депутат Михаил Кисляков впервые стал депутатом Государственной думы. Он вкратце рассказал о планах работы Комитета по региональной политике и местному самоуправлению, в состав которого он вошел. Окружные депутаты обратились к коллегам-законодателям с рядом вопросов и предложений. Андрей Ружников поинтересовался ходом рассмотрения федеральных законопроектов об использовании QR-кодов, а также высказался о пересмотре зачисления налоговых доходов в бюджеты округа и Архангельской области. Как пояснили депутаты Госдумы, тема с QR-кодами очень сложная и чувствительная. Однако ситуация с COVID-19 требует серьезных решений, чтобы победить эту болезнь и обеспечить безопасность и здоровье граждан. Поэтому в настоящее время идет широкое обсуждение законопроектов. Что касается распределения налогов и исполнения полномочий в субъектах-матрешках, решения должны принимать два субъекта в рамках договорных отношений. Наталья Кордакова рассказала о сложностях по реализации федерального закона о жилищных субсидиях для граждан, выезжающих из регионов Крайнего Севера. В Нинецком округе на получение жилищных субсидий стоит 1655 человек. На эти цели из федерального бюджета в этом году выделено 29 миллионов рублей. Как пояснила депутат, при этом условия и порядок предоставления субсидий достаточно сложно выполнить. Она обратилась к Сергею Коткину, чтобы условия предоставления жилищных субсидий для жителей Крайнего Севера были пересмотрены, а также увеличено финансирование из федерального бюджета. Николай Запалов проинформировал депутатов, что в этом году в окружной бюджет несколько раз вносились изменения по финансированию доплаток пособию по временной нетрудоспособности, пособию по беременности и родам медицинским работникам. Парламентарий предложил обратиться в правительство страны с просьбой предусмотреть средства на эти цели в рамках обязательного медицинского страхования. Депутат Андрей Смученков поздравил кандидатов с избранием в Государственную думу. «Хорошо, что в Нижней палате российского парламента интересы нашего региона представляют два депутата от Ненецкого округа. Хочется пожелать более активно отстаивать интересы жителей». Подводя итоги встречи, спикер окружного собрания депутатов Александр Лутовинов поблагодарил коллег за конструктивный диалог, возможность обвиняться мнениями по важнейшим вопросам и предложил проводить рабочие встречи на регулярной основе. Парламентарии продолжают заслушивать заместителей губернатора по направлениям их деятельности. Так, окружные депутаты встретились с руководителем аппарата администрации НАО Андреем Блащинским. Андрей Блащинский осуществляет текущее руководство деятельностью аппарата администрации Ненецкого округа и курирует деятельность Управления государственного заказа НАО. Также в соответствии с порядком взаимозаменяемости заместителей губернатора НАО он осуществляет полномочия отсутствующих заместителей губернатора и курирует деятельность отдельных департаментов. Блащинский ответил на вопросы депутатов, которые касались самых разных направлений. Обращение граждан, в том числе организация выездных приемов в сельские населенные пункты округа, контроль за исполнением поручений, телемедицина, состояние дел ООО «Ненецкая фармация», качество связей и интернета, трудоустройство местного населения в нефтегазовой компании, качество и стоимость продукции АО «Месопродукты», строительство нового полигона складирования твердых бытовых отходов. По итогам обсуждения в адрес заместителя губернатора поступил ряд рекомендаций. Спикер регионального парламента Александр Лутовинов предложил проработать вопрос совместных выездов депутатов и администрации в отдаленные поселения. Вице-спикер Матвей Чупров попросил обратить внимание на положение дел в оленеводстве, чтобы хозяйства могли быть уверены в финансировании по итогам убойной кампании, а также наладить координацию двух профильных департаментов по обеспечению оленеводов аптечками. В продолжение этой темы Наталья Кордакова предложила проанализировать финансовое состояние оленеводческих и животноводческих хозяйств, закончивших год с убытками, и проработать вопрос по их поддержке. Кроме того, необходимо обеспечить оленины все муниципалитеты. Андрей Смученков отметил реализацию на «Чекотке» программы «Оленина детям» и предложил изучить возможность адаптации и применения аналогичной программы в Ненецком округе. Также по итогам заслушивания запланировано проведение в декабре выездного комитета в Ненецкой нефтяной компании и АО «Мясопродукты». 23 ноября состоялась 40-я сессия собрания депутатов, на которой приняли ряд важных решений для Ненецкого округа. Основная тема обсуждения – бюджет региона на текущий год и плановый период 2022-2023 годов. «На сессии были приняты поправки в окружной бюджет на 2021 год. Общий объём доходов на 2021 год увеличится на 3,2 миллиарда рублей и составит 27,68 миллиардов рублей. Дополнительные средства будут направлены на строительство автодороги на Рюдмарусинск, на выкуп жилья из Ветхого аварийного фонда, на субсидии по перевозке воздушным и водным транспортом для сельхозтоваропроизводителей, а также в сфере ЖКХ. Дополнительно профинансируют возмещение затрат по коммунальным услугам для медучреждений и образовательных организаций. На меры по предотвращению распространению коронавируса на территории округа, ежемесячные выплаты в связи с рождением, установлением первого ребёнка и ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно». В бюджете предусмотрено 152 миллиона, это на предоставление субсидий по аварийному жилью, и в основном там коснётся жителей посёлка-искатель, это около 50 человек. Затем по строительству жилья по программе 30 на 70, это то, что касается жилья на селе, и это где-то будет около 20 миллионов. Затем более 100 миллионов предусмотрено для многодетных семей для получения субсидий по земельным участкам. Помимо поправок в бюджет текущего года, были рассмотрены основные параметры проекта главного финансового документа округа на следующие три года. Так, расходы окружного бюджета в 2022 году запланированы в размере 24,5 миллионов рублей, доходы в составе 22,4 миллиарда рублей. Бюджетные инвестиции на 2022 год предусмотрены в размере 4,8 миллиарда рублей. Из них средства федерального бюджета 3,4 миллиарда рублей. Объём финансирования с проектов на 2022 год составил 4,568 миллионов рублей. В том числе 4 миллиарда – это федеральные средства. Остальные средства – это средства окружного бюджета. Так вот, 88% мы как раз будем получать из федерального средства. Это очень важно. Я обращаю на это внимание. Почему? Потому что мы всегда старались, чтобы соотношение со финансированием было больше федерального, нежели окружные по нас проекты. Это сделано для того, чтобы у округа были средства на решение социальных, строительных, инвестиционных и других вопросов. Социальные выплаты на 2022 год предусмотрены в полном объёме. Во время сессии депутаты рассмотрели изменения в окружной закон о поддержке семьи, материнства, отцовства и детства. Так, с января 2022 года изменены условия предоставления единовременной компенсационной выплаты на подготовку детей к школе для многодетных семей. В частности, установлен фиксированный размер выплаты – 9 тысяч рублей на каждого ребёнка. А также исключён компенсационный характер выплаты. То есть, многодетным семьям округа не нужно будет подтверждать свои расходы на подготовку детей к учебному году. Данную тенденцию надо продолжать. Можно рассмотреть и другие какие-то инициативы, которые положительно скажутся на многодетных и незащищённых в своих населениях. Единственный такой нюанс – хотелось бы обратиться к жителям, к многодетным родителям, чтобы не было злоупотреблений в данном направлении. Также в ходе сессии была одобрена кандидатура Татьяны Лагвиненко на должность заместителя губернатора Ненинского округа и согласована кандидатура для назначения членами избирательной комиссии Ненинского автономного округа с правом решающего голоса. В региональном парламенте обсудили итоги работы летних площадок и трудоустройства молодых людей. Информация по этим вопросам рассмотрена на заседании комиссии по вопросам образования, культуры и спорта. В 2021 году работали 28 лагерей дневного пребывания, которые посещали 1718 детей и подростков. Из них 565 в сельской местности, 1153 в городе. Большая часть из них – дети из социально незачащенных и многодетных семей, а также дети, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Из окружного бюджета на эти цели было выделено 24,5 миллиона рублей. Кроме того, на территории округа в летние каникулы были организованы малые формы занятости и досуга детей. Проведена региональная акция «Культурные каникулы». За это время состоялось 500 мероприятий для детей разных возрастов. В каждом населенном пункте региона специалисты учреждений культуры проводили различные познавательные, обучающие, игровые, творческие и спортивные мероприятия. На базе детского технопарка «Кванториум» организовали проект «Инженерные каникулы». Всего было проведено 107 мероприятий, в которых приняло участие 1400 детей. Работали площадки во дворце спорта «Норд» и спортивной школе Олимпийского резерва «Труд». В этом году 72 учащихся отдохнули в детских центрах федерального значения. На эти цели из окружного бюджета было выделено 4,7 миллиона рублей. Обсуждая вопросы организации летнего отдыха в округе, окружные депутаты рекомендовали профильным департаментам предусмотреть возможность организации внутреннего туризма между населенными пунктами региона, которая в последнее время стала востребованной среди молодежи. Также на заседании депутаты представили информацию о трудоустройстве подростков и студентов. В 2021 году Центр занятости населения трудоустроил 754 несовершеннолетних. Большая часть молодых людей работали в Наринмаре – 538 человек. Также в этом году на временную работу трудоустроены 50 студентов, обучающихся по очной форме обучения в образовательных организациях. Молодые ребята работали в Наринмаре, Малоземельском, Хоседохарском и Коткинском сельсоветах. Зампредседатель регионального парламента Матвей Чупров предложил поддержать детей, проживающих летом в тундре. Завершая обсуждение, председатель комиссии Андрей Смученков отметил, что создание рабочих мест для подростков – это решение одной из важнейших социальных задач. Государственные унитарные предприятия округа представили депутатам свои проекты «Стратегии развития». Реализация программ рассчитана на 2022-2024 годы. Директор Наринмарской электростанции Евгений Синокосов рассказал, что по результатам 2020 года было выработано почти 103 миллиона киловатт-час электроэнергии, что меньше на 2 миллиона по сравнению с 2019 годом. Основная причина связана с тёплыми погодными условиями. По этой же причине наблюдалось и снижение реализации электрической энергии на 125 тысяч киловатт-часов. Убыток составил 35,5 миллионов рублей. Он отметил, что по плану «Стратегии» в следующем году выручка может составить более 520 миллионов рублей, в 2023 году – почти 540 миллионов рублей, в 2024 году – более 550 миллионов рублей. Для достижения положительной динамики необходимо производственные, инвестиционные, финансовые и кадровые мероприятия. Существуют риски, которые могут оказать влияние на деятельность предприятия. Наиболее значимый – кредитно-регуляторный риск падения потребления. Регуляторный риск и риск падения потребления серьезно повлияли на финансовые результаты предприятия за 2020 год. Синокосов назвал и основные стратегические цели – повышение уровня качественного, бесперебойного и надежного энергоснабжения потребителей, повышение уровня энергоэффективности и энергосбережения, строительство и ремонт электросетевого имущества в зоне деятельности предприятия, создание систем противоаварийной и режимной автоматики, оптимизация затрат, совершенствование кадровой политики, снижение дебюторской задолженности, решение задач в сфере экологии, получение прибыли. Исполняющий обязанности директора Нинецкой коммунальной компании Андрей Вашурин сообщил, что по результатам 2020 года предприятие получило убыток в сумме 761 тысячи рублей. На это оказали влияние следующие виды деятельности – подвоз воды к жилым домам в поселке Искатели, услуги информационно-расчетного отдела, услуги по ремонту газового оборудования. В 2022 году планируются мероприятия по капитальному ремонту систем коммунальной инфраструктуры с целью подготовки к работе в осенне-зимний сезон. По прогнозам предприятия, выручка от реализации товаров, работы и услуг может составить в 2022 году 142 миллиона рублей, в 2023 году – более 147 миллионов рублей, в 2024 – более 153,5 миллионов рублей. По итогам рассмотрения вопросов комиссия одобрила стратегии развития предприятий. Напомним, что данная комиссия создана с целью повышения эффективности управления предприятиями и учреждениями, находящимися в собственности НАО. В приемной всероссийской партии «Единая Россия» с 1 декабря стартовала традиционная декада приема граждан. 1 декабря с 10 до 12 прием вел Кисляков Михаил Леонидович, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. С 14 до 17 Ильин Виктор Николаевич, глава Заполярного района. С 17 до 18 Остапчук Валерий Евгеньевич, депутат Собрания депутатов НАО. 2 декабря прием граждан по социально значимым вопросам. С 11 до 13 ведет прием Кордакова Наталья Александровна, председатель постоянной комиссии Собрания депутатов НАО по экономической политике и бюджету. 3 декабря день приема граждан по вопросам организации системы здравоохранения. С 14 до 17 ведет прием Галушина Римма Федоровна, сенатор Совета Федерации и Федерального Собрания Российской Федерации. И Чурцанов Александр Павлович, председатель постоянной комиссии забрания депутатов НАО по вопросам государственного устройства и местного самоуправления. 6 декабря день приема граждан по вопросам ЖКХ. С 14 до 17 ведет прием Сусики Юрий Павлович, председатель Совета городского округа город Наринмар. И Дроздова Вера Авенировна, заместитель председателя Совета городского округа город Наринмар. 7 декабря день приема граждан по вопросам старшего поколения. С 10 до 12 ведет прием Егоров Иван Сергеевич, председатель Совета муниципального образования рабочий поселок Искателей. С 14 до 17 Плесовских Олег Вячеславович, председатель постоянной комиссии по вопросам молодежной политики. 8 декабря день приема граждан по вопросам дошкольного и школьного образования. С 10 до 12 ведет прием Гусев Денис Владимирович, сенатор Федерального собрания Российской Федерации. С 14 до 17 хозяинова Светлана Григорьевна, руководитель депутатского объединения «Единая Россия» в Совете городского округа «Город Наринмар» и Яркина Ирина Алексеевна, депутат Совета городского округа «Город Наринмар». 9 декабря день приема граждан по юридическим вопросам. С 14 до 16 ведет прием Лутовинов Александр Ильич, председатель собрания депутатов НАО. 10 декабря день приема граждан по трудовым вопросам. С 14 до 17 ведет прием Арбузов Максим Николаевич, заместитель председателя собрания депутатов НАО. Кроме того, в приемной также проводится ежемесячный прием граждан. 1 декабря прием вел Арбузов Максим Николаевич, заместитель председателя собрания депутатов НАО. 2 декабря прием ведет Крупа Владимир Васильевич, депутат Совета муниципального района «Заполярный район». 7 декабря прием ведет Плесовских Олег Вячеславович, депутат Совета городского округа «Город Наринмар». 8 декабря прием ведет Кордакова Наталья Александровна, депутат собрания депутатов НАО. 9 декабря прием ведет Лябина Марина Сергеевна, депутат Совета муниципального района Заполярный район. 14 декабря прием ведет Суський Юрий Палович, председатель Совета городского округа город Наринмар. 15 декабря прием ведет Лутовинов Александр Ильич, председатель собрания депутатов НАО. 16 декабря прием ведет Михеев Алексей Леонидович, депутат Совета муниципального района Заполярный район. 21 декабря прием ведет хозяинова Светлана Григорьевна, депутат Совета городского округа город Наринмар. 22 декабря прием ведет Попов Андрей Анатольевич, депутат собрания депутатов НАО. 23 декабря прием ведет Дуркина Галина Александровна, депутат Совета муниципального района Заполярный район. 28 декабря прием ведет Кислякова Елена Сергеевна, депутат Совета городского округа город Наринмар. 29 декабря прием ведет Чурсанов Александр Павлович, депутат собрания депутатов НАО. 30 декабря прием ведет Колыбин Владимир Александрович, депутат Совета городского округа, город Наридмар. Приемы граждан проводятся по адресу улица Смедовича, дом 20А, кабинет 226. Это был очередной выпуск программы «Законодатели». До встречи на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok